Пирожок Это уже, видимо, такое советское наследство, когда слово это кто-то, может быть, считал глаголом в повелительном наклонении. На самом деле, конечно же, слово происходит от старинного нашего названия одежды. Как говорит Владимир Даль в своем словаре, растягай – это сарафанчик, который расстегивается, да, то есть такой, не запахивается. С другой стороны, он приводит и еще одно значение этого слова – растягай неряха, что, на самом деле, тоже, может быть, и подходит к названию пирожка, который вот нарочито, так сказать, сделан, да, не защипан сверху. Так или иначе, конечно, это слово не древнее, не исконное. Слово я имею в виду как пирожок. То есть, растягай пирожок, мы не встретим ни в домострое, ни в источниках, скажем, там, 17-18 веков. Впервые он появляется действительно только в 19 веке. При этом интересно, что появляется достаточно быстро. То есть, если мы посмотрим вот литературу начала 19 века, то, скажем, наш известный этнограф, бытописатель Пыляев, рассказывая о кухне Санкт-Петербурга в 1830-х годах, он пишет, что вот в ресторане на Невском проспекте готовились особые пирожки растягай. То есть, тогда еще они были какие-то особые, и нужно было, ну, как-то вот объяснять, что это такое для русской публики. С другой стороны, мы видим, что название это относительно пирожков встречается, например, в бытовой такой, в описании крестьянской культуры, ну, тоже где-то там 18-19 веков, например, в Вологодской области, где тоже мы встречаем пирожки на ливашнике, как растягай. Вряд ли они были, конечно, такими изящными, как готовились уже в столичных трактирах, но, тем не менее, вполне возможно, что вот в кулинарном смысле растягай существовал еще в какой-то такой народной бытовой культуре. Тем не менее, когда же он появляется, вот уже становится частью легенды русской кухни. Наш бытописатель Пыляев приводит интересную версию. Пирожки растягай стали известны в столицах, пишет он, в 1807 году благодаря цыганке Стеше, которая действовала своим соловьиным голосом на умы и кошельки своих поклонников. Это Стеша действительно пела в Москве, и это не какой-то мифический персонаж, байка. Нет, это вполне себе историческая фигура. Дело в том, что цыганское пение стало популярно в России где-то в конце, ну, в середине, второй половине 18 века благодаря Алексею Орлову. Граф вывез в свое время целый цыганский хор из Бессарабии в столицу и, собственно, и привил, наверное, публики сначала своим гостям, а потом и просто. Когда эта мода расползлась по Москве, Санкт-Петербургу, вот слушать цыган в ресторанах, приглашать их на какие-то торжества. Причем цыгане пели тогда не вот какие-то свои фольклорные песни, там, очень черные какие-нибудь, да, а именно русские народные песни. Иван Трофимов, руководитель цыганского хора в начале 19 века, он как раз и попытался, ну, вот как-то систематизировать этот фольклор, воспитать действительно, ну, таких лучших исполнителей, вот. И среди них, да, действительно была эта цыганка Стеша. О ней слава шла по всей России, ее сравнивали с итальянской певицей Каталани, известнейшей в ту эпоху женщиной, обладающей удивительным, феноменальным сопрано. Сама Стеша Степанида умерла в 1822 году, и о ней даже были напечатаны некрологи в русских журналах, именно под таким названием «Русская Каталань». Вот этот вот растягайчик, который стал известен благодаря цыганке Стеши, исполнявшей песню «Сарафанчик-растягайчик», ну, вполне возможно, это действительно такая жизненная версия появления этого названия вот уже в русской кулинарии. Какими были эти растягай? Ну, сейчас принято думать, что это рыбное блюдо исключительно, да, то есть пирожок с рыбным каким-то фаршем или кусками рыбы, да, с незащипанной сверху, куда наливался, например, там, горячий бульон или уха. Это, конечно, так, но нужно сказать, что фантазия поваров здесь была практически безгранична. У «Малаховец» мы читаем, находим растягай, скажем, с судаком, с ситриной, с свежей сельдью, она тоже готовит такие растягай, но было, конечно, еще затейливее, потому что у классика нашей литературы Игнатия Радецкого в середине XIX века мы видим растягай, которые готовились из кнелей рябчиков. То есть кнели, маленькие такие небольшие, да, так сказать, комочки из фарша, они выкладывались сначала на вот этот круг теста. Сверху выкладывались куски осетрины, севрюги, белуги, вот, ну, естественно, лук, могли быть там соленые огурцы, специи. И вот все это уже защипывалось в один пирожок, который сначала выпекался, а потом перед подачей туда, да, действительно, можно было налить еще ароматного бульона там на травах всяких и специях настоенного. Есть еще одна, на самом деле, иллюзия относительно растягая. Мы считаем, что это вот такой маленький пирожок, да, который, ну, вот, на два укуса буквально. Но, конечно, в той нашей кухне XIX века это было не совсем так. То есть, растягай, это мог быть и вполне себе такой большой пирог на весь вечер, на хорошую компанию. Вот, ну, скажем, у нашего известного писателя XIX века Петра Бабарыкина мы встречаем такую фразу, когда герой его, значит, в течение дня перехватывает лишь рюмку, водки, пирожок или кусок растягая. То есть, все-таки кусок, да, явно от чего-то, от чего-то большого. Вот, поэтому, конечно, растягай превратился вот в такую фантазийную штуку, которая, наверное, показывала класс каждого трактира, умение, фантазию любого повара, который вот находил в этом блюде, наверное, действительно приложение всем, всей своей квалификации, и всему тому, чего он достиг в поварской жизни.